Миллионы россиян уже сделали прививку от коронавируса. Жители страны все больше доверяют отечественной вакцине «Спутник Ви», уже успевшие зарекомендовать себя и за рубежом. Почему же все-таки есть необходимость вакцинации? Расскажем в нашем следующем сюжете. Вакцинация от коронавируса продолжается. Директор Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Найля Багаудинова поделилась своим мнением о том, почему считает иммунизацию сейчас очень важным этапом нашей жизни. Мы все находимся в группе риска в связи с тем, что у нас очень большой и высокий круг общения. И я считаю, что нам необходимо прививаться из-за того, чтобы обезопасить себя и окружающих. Бессонница, нарушение внимания или концентрации, тревожность, нарушение памяти, депрессивное настроение, спутность сознания, измененное сознание. Это только немногие ментальные расстройства, которые могут быть у людей, переболевших или уже с антителами COVID-19. Директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Андрей Киасов призывает каждого принять верное решение. Кто-то переболел легко, а кто-то и не выбрался из этого. Поэтому вы видите, вот сейчас сообщение, сколько было смертностей. Пусть они были списаны на болезни системы кровообращения, но это, как правило, осложнение COVID в большинстве случаев было. Поэтому здесь каждый выбор делает свой. Либо сыграть в ящик, так сказать, либо вакцинироваться. О путях завершения пандемии коронавируса рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Республики Тарстан Халид Хаиртынов. Либо человек переболеет, коронавирусная инфекция, с неизвестным при этом исходом и прогнозом, потому что есть острый COVID, а есть так называемый пост-COVID. Человек переболел, выписывался из больницы, а еще мог испытывать проблемы с здоровьем со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны нервной системы и так далее. Поэтому это совершенно не означает, что человек, переболевший COVID, может забыть про коронавирусную инфекцию. И второй момент, и второй путь — это, конечно, вакцинация. И вакцинация — это, конечно, шанс приблизить время окончания пандемии. И, конечно, ни о каких 500 днях мы здесь говорить не должны. Чем за более короткий период времени мы вакцинируем максимальное количество населения, тем быстрее мы справимся с коронавирусной инфекцией. Напомним, вакцинация осуществляется в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу Вишневского, 2. Телефон для записи 233-3200. Илья Андреев, Универньюз.